А здесь, оказывается, все три гибриды. Ну, мне так сказали. Ну вот, смотрите, прям вылитый щегол. Вот красавец, прям вообще, как его с ним. Вот такой вот гибрид вывели. Щегол и канарейка. Ну, красивый. Хозяин сказал, что все гибриды, но мне кажется, что это обычные канарейки, вот эти. А вот то именно гибрид настоящий. А в какую цену это такие гибриды почем? Гибриды эти почем? Да нет, уже проданы. Проданы? А, уже проданы. Друзья, всем привет. Сегодняшняя тема сегодняшнего видео будет посвящена гибридизации. На днях был я на выставке, ярмарке, рынке Кропоткин. В городе Кропоткин состоялась ярмарка декоративных птиц и сельскохозяйственных животных. На ярмарке любители птиц представляли голубей, канарей, попугаев. Также было много, очень много было певчих, диких, диких певчих птиц. Там были и снегири, и канарейки. То есть и снегири, и репела, и щеглы, и чижи. Очень много. Некоторых я даже не знаю, некоторые даже первый раз вижу. Так вот, на выставке я увидел очень красивых, замечательных гибридов. К сожалению, гибриды были уже проданы, и я не успел себе купить ни одного гибрида. Я в конце этого ролика покажу вам небольшой фрагмент с выставки, где именно мною были увидены эти гибриды. Там один гибрид очень похож был на канарейку и щегла. Вернее, на щегла гибрид был очень похож. Так вот, у меня сегодня тема пойдет такая, о гибридизации. Ранее снятое видео я вам демонстрировал, что самка, которая сидит с репелом, кстати, кто не в курсе, вот здесь я планирую получить гибрида самец репел, он же коноплянка. Самка желтая канарейка, вон она прыгает. Вот я хочу их скрестить и получить гибрид. Так, это вот одна история. Над ними здесь у меня щегол, самец щегла и самка канарейки, желтая, тоже планирую получить от них гибрид. Но пока там почему-то еще ситуация никак не проясняется. Самка не строит гнездо, естественно, еще и не несется. Дело в том, что почему... А, вообще, чем вызвано сегодняшнее видео? Есть хорошая новость. Здесь у этой пары репела и канарейки сегодня, 1 апреля, появилось яйцо. Через 7-8-9 дней я просвечу это яйцо и посмотрим, первоапрельская это шутка или реально яйцо оподотворенное. Сейчас постараюсь вам показать. Обратите внимание, в гнезде полностью отсутствует стройматериал, который был щепа такой, хворост белая. То есть, она строила гнездо, затем все выкинула, там он одну щепку оставил, бумажки нарвала, но очень мало бумажки нарвала. И снесла первое яичко сегодня утром. По крайней мере, сегодня утром я обнаружил это яйцо. Возможно, она его вчера снесла. Это особо роли не играет. Главное то, что у нас появилось первое яйцо. Так что гибридизация, возможно, возможно, и что-то и получится. Не знаю я, конечно. Если по поводу вопросов, ухаживал, репил, не ухаживал, я не знаю, я не видел. Потому что здесь у меня видимость наблюдения ограничена. Видимость у меня тут ограничена, то есть, наблюдать я не могу особо. Но в беседах более опытных птицеводов, которые занимались именно гибридами, ребята говорят то, что 50 на 50 бывает то, что и хорошо, бывает плохо. Если репил не покрыл, возможно, яйца будут пустые. Это мы узнаем через 7, может, 9 дней. Такие вот дела. Ну, мой репилочек, он у меня спокойный. Он ко мне пришел молодым. Может быть, ему было месяца 8. У меня он пожил примерно уже, наверное, третий месяц идет. То есть, я думаю, он вполне полозрелый. По питанию кормлю я их, эти самые. Сейчас почки начали наливаться, даю почки. Вишни, почки, черешин. Иногда березы почки даю. Ивушка почему-то еще не проснулась. Листья салата хорошо ест. Морковку не ест. Самка ест морковку. Сейчас я просто бумагу поменял. Все это убрал. Остатки. В кормушке пророщенное зерно. А, сейчас немножко покажу. Остатки, вернее. Вот видите, пророщенные семечки, пророщенная пшеничка. Немного семечек подсолнуха обыкновенных, сухих. Там лен, канареечное семя, рапс. Рапс съедают самым первым. Проса. В общем, обычная, классическая смесь для канареек. Плюс замученное пророщенное зерно. Кто спрашивал по поводу щегла? Вот щегол сидит. Пока ноль эмоций. По питанию здесь то же самое, но единственное, щегол ест все. Морковку ест хорошо. Если сравнивать с реплом, то репел морковь не ест. Вот я сейчас обратил внимание, репел немножко шипит на самку. Чем это вызвано, не знаю. Вот я теперь думаю, покрыл он ее или не покрыл. Ну, посмотрим. Ладно, то будет отдельное видео, сниму через неделю. Посмотрим. Так, по поводу щегла. Здесь ситуация пока такая, ну, не перспективная, или как сказать. Он своей жизнью живет, самка своей жизнью живет. Поет. Но я не видел, слышал, когда я ухожу, слышу, поет у меня. И щегол поет отдельно себе. Репел себе поет. Ну, и плюс кинора тут тоже дают. Здесь вот, кстати, рядышком сидит молодняк у меня. Ну, я думаю, что-то переймут они из песни щегла. Что-то от репела возьмут. А может, ничего не возьмут. Посмотрим. Потом будем слушать, кто как поет, и кто что взял. Кстати, здесь еще хорошая новость. Так, ну, здесь я вам объяснил, показал, да, то, что яйцо появилось. Будем надеяться, что оно оподотворенное. Если оно не оподотворенное, то, не знаю, попробуем второй раз. Или просто выпустим репла, и пусть летит. Ну, хочется же добиться положительного результата. Посмотрим. В общем, ладно, пока забегать вперед не будем. Давайте дождемся 7-8 дней, просветим яйца. Опод, значит, все хорошо. Не опод, дадим вторую попытку. Может быть, посадим в более просторную клетку, чтобы там лед был у них. Тогда, может, у него гормональный фон изменится у репла, и он покроет канарейку. Не знаю. В общем, будем экспериментировать. Пока оставим это дело так. Здесь тоже все без изменений. Питание, в принципе, нормальное. Овощи получает, зелень получает, пророщенное ест. Щегол вообще, в принципе, не перебирает в еде. Все кушает. Хороший щегол. Так, рядом сидит молодежь. А тут на днях будет отсаживаться еще молодежь. Здесь сейчас самка встала попозировать. У нее там птенцы. Красивые такие все. То ли розовые, то ли морковные. Еще точно непонятно. Но все в шапках. У них такие шапочки интересные. Потом покажу вам. А вот молодежь, которая собирается еще. Буду отсаживать на днях. Это птенчики. Это и самки второго поколения. То есть это брать. У нее в первом поколении было, в первом выводе было два самца. Два птенца, и они оказались самцами. А это сейчас вот у нее вторая партия. Четыре птенчика. И сидит на третьей кладке. Но у нее третья кладка уже от другого самца. Первая и вторая кладка. От вот этого чубатенького. Вон он сидит. Да, поприветствовал. А третья кладка, я сделал третью кладку от этого. Вот он тоже чубатый, но желтый. И таким образом получил уже разную кровь. И между собой потом эти поколения, эти вернее. Ну да, эту молодежь, первый, второй выводок, можно будет порывать с третьим выводком. Допустим, мальчиков с первого выводка и девочек. Нет, мальчиков с первого выводка, мальчиков со второго выводка. Можно будет порывать теперь вот с этими девочками. Вот если тут будут девочки. А этих мальчиков, вернее с теми, можно будет порывать, на которых она сидит, там же вылупятся. И они будут этими уже неродные. То есть их можно порывать. А этих, можно будет, допустим, этих мальчиков порывать с теми девочками. Ну вот так. В принципе, удобно будет получаться. Вот у нее будет третий выводок. Там будут самочки. Мы возьмем этих самочек. А этот второй выводок или первый выводок, возьмем самцов. Они будут немножко старше. То есть они уже будут 100% зрелые, к размножению готовые. Самцы лучших с года. А там, в третий выводок, будут самочки. Ну, условно, допустим, будут самочки. Может быть, все самцы окажутся здесь. И в третьем выводке все самцы. Тут никто... Это мы не знаем. Я к тому хочу сказать, что можно будет этих мальчиков через год поровать с теми девочками, которые выйдут в третьем выводке. Они будут по возрасту нормально. Самки с 8, с 9, с 10 месяцев уже могут размножаться. Кто интересовался, кто не знает, имейте в виду. При хорошем содержании, при хорошем уходе, самки могут разводиться, размножаться и идти в паровку. Кому как лучше. Идти в паровку с 8 месяцев. А хороший уход – это в совокупности питание, содержание. Содержание желательно большие пролетные клетки, чтобы птица могла летать, физически развиваться. Тогда она физически развита. Она и здоровее будет, чем птица из маленькой клетки. И питание разнообразное. Овощи, фрукты, зелень, зерно пророщенное. Все, в принципе, ничего сложного. Также еще есть у меня идея в планах. Возможно, осуществлю я эту идею. Здесь, когда самка снесет третье или четвертое яйцо, я этого репла уберу. И посажу в отдельную клетку с другой самкой. То есть, будет он сидеть с другой самкой. Если эту не покроет, может быть, вторая попытка, но у него уже вторая попытка, а будет со второй самочкой. А этой самочке на вторую попытку дам, допустим, кенера проверенного, который покрывает всех. А здесь, кстати говоря, ну, здесь идея родилась новая. После того, как я посетил выставку ярмарков в городе Кропоткине, видео ранее там можете посмотреть, идея такая. Сейчас он у меня, видите, сидит с желтой самкой. А на выставке, на ярмарке, я видел очень красивого гибрида, канарейки с щеглом. И как мне правильно, и как мне объяснили, я правильно понял, что там был скрещенный самец щегла, а самка канарейки была оранжевая. И поэтому такой получился красивый гибрид. Ну, я вот, я ж не знал, допустим, этого нюанса. Сейчас вот я пробую с желтой канарейкой, посмотрим, что получится. А потом уже, основываясь на том опыте, что ребята показали, получается, от оранжевой самки и щегла. Более красивые эти самые гибриды. Попробуем. Тем более, у меня есть еще, у меня есть еще две самочки оранжевые, и еще есть одна желтая самка. Так что будем пробовать, будем экспериментировать. Все, друзья, до скорой встречи. Продолжение следует. Самка запалилась, вы видите, пьет. Так, если наблюдать, то тут все спокойно, никто никого не обижает. Все, всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, кому что понравилось, кому что не понравилось. И... 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 Смотрите. Вот это гибрид Кеннера и Овсянки. Вот. Кеннера и Овсянки. Здесь гибрид Кеннера и Репела и Канарейки. А здесь, оказывается, все три гибриды. Ну, мне так сказали. Ну, вот, смотрите. Прям вылитый щегол. Вот красавец. Прям вообще, как его снять. Вот такой вот гибрид вывели. Щегол и Канарейка. Ну, красивые. Хозяин сказал, что все гибриды, но мне кажется, что это обычные Канарейки, вот эти. А вот то именно гибрид настоящий. А в какую цену такие гибриды почем? Гибриды эти почем? Да нет, уже проданы. Проданы? А, уже проданы, друзья. Канарейка. Гибриды. Гибриды. Вес coaster.